Это какая-то непонятная что-то. Ой, фу, это как айванизма. И это похоже на какую-то... Это фунчоза. О, что это? Как будто бы кто-то чихнул. Сам ешь такое. Всем привет, ребята. Вы на канале Познаватель. И в прошлый раз мы получили гигантскую посылку от дядюшки По из Китая с разными вкусностями. Но при загрузке видео кое-кто выключил интернет и видео зависло. Это был не я. Что это? О, такис фуэга. Что-то у нас такое, по-моему, уже было. Ладно, давайте откроем упаковочку. Что это такое? Это красные трубочки. А красные они 100% потому что с перцем. Похоже на макароны. Пробуем. Вы знаете, они очень острые. Прямо очень. Вы знаете, знаете. Нет, мы не знаем. Отдай. Ой, ой, фу. Печет. Спасибо, мы все знаем. Это вам. Вы знаете, лично мне понравилось. Что это такое? Ух ты. Мартышкин напиток. О, Паша, на тебя похож. И очки есть. Усов только не хватает. Мозгов только у тебя не хватает. Такие гадости. Говорить тому, кто тебя любит, кормит и ценит. Ага, а еще ругает, не пускает гулять, заставляет убирать и не дает конфеты. Ну да, давай, давай, давай. Кати на меня бочку. О, пахнет кокосовой водой. Ммм, да, на вкус. Это вкусная кокосовая вода. А ну-ка. Вкусная? Хм, 100%. А что это? О, это шримп-чипс. Кто? Это такие чипсы из креветок. Видал? О. Похоже на пластмассу. Ну да, их нужно жарить. На сливочном маслице. Не на сливочном. А на каком? На каком, на каком? На оливковом. Сейчас мы прогреем нашу сковородку, добавим маслице. О, смотрите, какие идут красивые волны. Только это очень опасно. Потому что самые страшные ожоги, это ожоги от раскаленного масла. Поэтому нужно быть с маслом всегда очень аккуратным. Ух ты, какая чипсина. Иди-ка сюда. Добавлю еще немножко. Ой, по-моему, это слишком много. Ого. А, они лезут. Ё-моё. Нужно скорее их вытаскивать. Да, если их не вытащить, они пригорят. Да, некоторые уже прям коричневые. Ах, все такое горячее. Брызжет масло в разные стороны. Так, ладно, достанем еще партию. Жирненькие такие. М-м-м. О, шрифтчипсы. Ну да. Конечно, это не креветки. А ну. М-м-м. Это рисовая мука. Очень жирная и очень сладкая. Жирненькая. А, сладенькая. Все как любит медведь. А что там есть еще? О, что это? Так, ладно. Это пока уберем в стороночку. А там у нас был вот такой вот бубль-тип. Стоять. О. Какой-то, что это? Ты знаешь, Валера, по-моему, дядюшка По тебя совсем не любит. Чего? Это все было просрочено еще практически год назад. И что теперь, выбрасывать? Валера, я, конечно, могу тебе это дело приготовить, но вообще просроченные продукты есть ни в коем случае нельзя. Это какие-то шарики. Пахнет зеленым чаем. Давайте посмотрим, что тут. А ну. Ой, фу. Оно пахнет. Ой, оно липкое. Фу. Эта штука точно сдохла. А это что за странные шарики? Ладно, это в сторонку, а из этого будем готовить. Две кастрюльки. Зеленый чай сюда. Угу. Отрежем уголок. И высыпем тоже немножко в кастрюльку. Вот. Заливаем водой. Угу. И эту тоже. Какая-то странная еда. Я приду, когда все будет готово. Вот так всегда. Ты, значит, Паша, готовь, а я приду есть. Ага. Все правильно. Это какая-то странная, непонятная еда. Этот бабл-ти делают из шариков тапиоки. А где берут тапиоку? А ее делают из корня маниоки. Все понятно. По-моему, это готово. Несколько черпачков, думаю, будет достаточно. А это похоже на какие-то сопли. Вы знаете, мне кажется, что я сделал что-то неправильно, и они превратились в кисель. Но это нам не помешает. Немножко наших жемчужин. Вот. Какие они липкие, я вам скажу. И совсем не хотят отлипать от ложки. Так. Это вот так вот. Мне интересно, почему у нас белые шарики тапиоки совсем разварились. А это точно можно есть? Оно такое плотное. Похоже чем-то на шарики орбиз. Но только они не рассыпаются. Зальем нашего покемона. Вот. А во вторую Пепси. Помешаем. Я пришел снимать пробу. Так, опускаем трубочку и... Паша, она не работает. Потому что трубочка здесь нужна другого диаметра. В эту трубочку жемчужина не пролазит. Давай другую трубочку. У меня нет. Как нет? Да никак нет. Могу предложить тебе вот такой вот вкусный бубль-кисель. Паша, сам ешь такое. Как будто бы кто-то чихнул. За сколько конфет ты бы такое съел, а? Фу, конфетку хочется, но страшно. А еще есть вот такой вот мисо-суп. Мясо-суп? Не мясо, а мисо. И по мнению дядюшки По, это должно быть очень вкусно. Вот тут большое количество пакетиков на много порций. Посмотрим инструкцию, как готовить. Че-то какая-то ерунда, как по мне. Ну че сразу ерунда. Это должна быть вкусная вещь. Вот, что это? Возьму большую емкость. О, какая вкусная мисо-паста. Ой, фу, пахнет вообще невкусно. И это похоже на какую-то... Хо, Валера. Понял, понял, ухожу. Теперь мы эту мисо-пасту зальем кипяточком и хорошенечко размешаем эту субстанцию. Ребята, это какая-то непонятная что-то. Вы знаете, пахнет это очень неприятно, как по мне. Хотя я не гурман, чтобы разбираться в этом китайском мисо-супе. Отхлебнем нашего зелья. О, страшно. Ммм, какая вкуснятина. Сам бы ел бы, но не буду. А я говорил, дядюшка По плохого не посоветует. Да, а это можно убрать пока в сторонку. Еще дядюшка По прислал нам какую-то лапшу. Какую? Какую, да. И она, по-моему, корейская. Давайте посмотрим. Ух ты, рисовая лапша. Это фунчоза. Сам ты фунчоза на ножках. Так, давайте приготовим нашу лапшу. Ее нужно сварить в кипятке. Угу, что-то она какая-то не залазит вся. Кто куда, а я за конфеткой. Зальем водичкой. Вот. И эту вкуснятину нужно сварить. Сейчас поставим ее на плиту. Закипятим водичку. Эту вермишель нужно варить минут семь. Готово. Теперь сливаем лишнюю жидкость. Вот. И сверху высыпем чудо-специи, которые есть в этом пакетике. Так. Ой. По-моему, они суховаты. Ну и ладно. Сейчас добавим немножко водички. Вот так вот. Угу. Ух ты. Пахнет вкусно. Ну, в принципе, да. Немножко попахивает глутаматом натрия. Но это побочный эффект. Снимаем пробу. Ммм. Вкусно. Ты знаешь, Валера, это действительно вкусная лапша. Я, пожалуй, съем еще. Ммм. Дядюшка По рассказывал мне, что в Китае есть легенда про столетнее яйцо дракона. Чего? Ой, сейчас принесу. Что это? Яйцо дракона. Ему сто лет. Да? А ты уверен, что это можно есть? Нет. Но дядюшка По говорит, что можно. О, оно очень плохо пахнет. Ой, фу. Яйцо дракона было не свежее. Пойду в комнату для медведиков. Интересное, конечно, яйцо. Я про это слышал, но никогда своими глазами не видел. А оно хоть вареное? Ну да. Ладно. Давайте его почистим и посмотрим, какое оно внутри. Ух ты, слушайте. Оно такое черное и необычайно вкусно воняет. Ой, фу. Я, правда, не знаю, яйцо дракона это или нет, но, по-моему, оно немножко испортилось. Лет эдак сто назад. Какие-то пятна пошли. Это точно плесень. Ладно, давайте все равно его разрежем и посмотрим, что там такое. Ой, фу. Оно так мерзко воняет. Я прям не могу, ребята. Какой-то черный желток, а белок стал прозрачный и похожий на желе. Но это все равно не спасает от того, что оно жутко воняет. Кто это ест? Блогер Паша. А может медведь Валера? Ой, фу. Это какая вонизма. Я бы, конечно, не рискнул это попробовать, потому что мне хочется еще немножко пожить. Я знаю, как его нужно сервировать. Его нужно положить в месосуп. Вот. Чтобы аромат одного оттенял аромат другого. О. Да, Паша. Ничего ты в колбасных обрезках не понимаешь. Очень может быть. Ребята, а за сколько бы конфет вы бы попробовали эту гадость, а?